Благостный Благовещенский перезвон Встретил Владыку Филарета на праздничную литургию Любой Богородичный праздник для Индинского собора как престольный, ведь он был освящен в честь Рождества Царицы Небесной. А спустя какое-то время Архангел Гавриил сообщил непорочной Деве Марии благую весть о том, что она избрана Богом, стать ковчегом, явление Господа в мир человека, ступенькой ко спасению. Послав Сына Своего в мир людей, на великие муки Господь проявил Свою милость и показал неисчерпаемую любовь к нам, чадам Его. В народе говорят, что молодые девушки в этот день в храме должны молиться особо усердно, и это неспроста. Считается, что Божья Матерь в праздник Благовечения посылает благочестивым девушкам самое заветное – радость материнства. Тем более, что на протяжении всего богослужения звучат строки из Святого Евангелия от Луки о том, как Архангел Гавриил принес благую весть при чистой Деве Марии. «Не бойся, Марьон, обрела Бог, если благодать Бога, и сердце чинеши по чреве, и родиши сына, и наречеши имя Ему Иисус». В своей проповеди преосвященный епископ Барышский Инзинский Филарет отметил, какое огромное значение имеет для всех нас то, что Бог решил спасти людей и послал сына своего на страдания, как простого человека, а праздник Благовещения – как вторая Пасха для православных. «Я всех вас поздравляю сердечности с Благовещением, воистину сей праздником празднуем, вспоминаем и благоговеем перед тем могуществом, которое Господь сотворил и сей с миром человеческим. Ибо это событие целиком полностью развернуло человеческое наше бытие, нашу историю и весь мир». Дмитрий Егорин, видеостудия Барышской епархии специально для Уллправда ТВ.